Мысли веры. 6 ноября. Утренняя звезда. И при том мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. 2 Петра, 1 глава, 19 стих. Во втором послании Петра мы встречаем интересную греческую фразу «Доколе не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Ключевым словом в этом стихе является слово «взойдет» по-гречески «анателло». Речь идет о доктринальном учении, утверждающемся в вашем сердце, пока все ваше существо не оказывается под полным контролем Святого Духа и Слова. В книге числа 24 главе 17 стихе говорится о звезде, которая взойдет от Иакова, и о жезле, восстающем от Израиля. Пророк Даниил в главе 12 и 3 стихе предвещает, что обратившие многих к правде будут сиять, как звезды. В книге Евангелия от Матфея во 2 главе 2 стихе звезда на Востоке привела мудрецов к Иисусу, звезде яркой и утренней. Воля Божья в том, чтобы утренняя звезда доктринального учения взошла в наших сердцах. Он желает, чтобы доктрина прошла через человеческий дух, проникая в глубину нашего сердца через ум, эмоции, сознание, самосознание и волю. Доктринальное учение, захватывая нас, укореняет в нас жизнь Бога, Его естества, по мере того, как мы входим в Его полноту. Все недостатки восполняются. Прошлое с Его проблемами остается позади. Настоящее полно надежды и обеспечено Его силой. Будущее несомненно, ибо мы знаем, что преобразуемся в подобие Христа согласно Его совершенному плану. Карл Стивенс